понятно разобрались то что мы очень много материала покрыли концептуальны и обработка изображений сети понятно более менее это очень глубокий материалом кажется этим по простым отлично хорошо последняя часть практической работы с изображениями в orange и так как я уже сказал для работы с изображениями нужно установить модуль image analytics кто установил сейчас можете с нами вместе делать это практическое занятие а кто не остановил просто посмотрите сделаю эти потом еще одно замечание друзья сайт orange сегодня не работает сейчас я еще раз проверю и соответственно будем немного ограничены он почему-то упал сейчас я проверю о заработал заработал отличие тогда они не это замечание отменяется хорошо так для работы с изображением нужно это в библиотеке друзья мы начинаем для того чтобы загрузить в orange изображение нам нужен модуль который называется import images этому модулю вы даете папку нам сейчас понадобится вот эта папка people она находится среди тех фотографий что вам прислал вы нажимаете на этот модуль выбирая нажимаете на папку people и нажимаете загрузить давайте сделаем это вместе эта папка первая часть у нас сегодня два задания это наше первое задание итак переходим все вместе в orange удаляем то что нам не нужно друзья пожалуйста откройте модуль import images нажмите на него и выберите папку people примерно у вас должно выглядеть это вот так у вас должно быть три папочки ну не обязательно нужна папка people нажмите на нее но не заходите во внутренние нажмите и нажмите select folder я вижу что она уже сделал select folder и все и подождите до загореться 553 фотографии она 553 как у меня сергей 553 да отлично все все свет спасибо спасибо да отлично так друзья дмитрий игорь кто еще с нами виктория получилась светлана 2 игорь 2 игоря 2 светланы вижу получилось друзья да да отлично отлично хорошо опять да как только данные загружен надо их посмотреть подключаем к импорт images подключаем к нему image viewer простой модуль который покажет нам что мы загрузили как видите это лица изображения насколько это выпускает каких-то знаменитостей мне они не очень знаменитый изображение знаменитости это база данных данные которые нашел в интернете для практики то есть не знаю какая то просто база данных все в порядке до 553 изображения посмотрели друзья теперь начинается самое интересное фотографии как вы уже сказали они не в формате таблицы каждая фотография этой таблицы это тройная таблица нам нужно из них излечь фичер для этого нам нужна глубокая нейронная сеть теперь смотрите что надо сделать не подключаете а просто нарисуйте тут отдельно добавьте сюда отдельно модуль который называется image embedding не подключайте его никуда просто вот оставьте его на белом месте ага спасибо она давайте все сделают я объясню что он делает спасибо сергей спасибо все я вижу все сделали друзья смотрите откройте нажмите на этот модуль это модуль он содержит колоссальные вещи смотрите когда вы передадите ему изображение он запустит одну из нейронных сетей которые вы выпустите выберите это нейронные сети различных фирм которые обучались кучу кучу времени и умеют делать очень умные продвинутые вещи так вот мы выберем сеть нейроны которые мы захотим передадим сюда данные эти данные пойдут в интернет в эту сеть там в интернете они пройдут через эту сеть и это сеть нам вернет независимый переменные атрибуты из последних уровней то есть то чего нам не хватало друзья то есть наши фотографии уйдут в интернет в глубокую сеть там они через неё пройдут сформируются для каждой картинки строчка независимых переменных и нам для каждой картинки вернется строчке независимых переменных и у нас получится таблицы агити то есть здесь колоссальная логика где-то в интернете какая-то крутая нейронная сеть сделает за нас огромную работу проанализирует картинку найдет ней атрибуты и вышит нам их назад теперь смотрите какую же нейронную сеть выбрать друзья тут их не так уж немного тут есть раз два три 4 7 нейронных сети видите есть сеть которая называется local в скобочках написано local видите 2 сквизный локал видите друзья это локальный нейронный сеть эта сеть делать секретные данные секундочку пропал интернет у меня написано давайте подождем так меня слышно вернулся интернет да друзья смотрите если вы будете работать с секретными данными с вашими личными данными которые секретны не знаю чем используется локальной сеть она самая такая слабенькая она не крутая хорошая но не крутая но если данные секретные вы не хотите послать их интернете в интернет то локальная сеть другие другие сети посылать данные в интернет и там они обрабатываются и к вам возвращаются интернет результат друзья какую сеть выбрать смотрите у каждой сети есть описание например 1 видите написано interception 3 эта сеть google которая была использована для соревнований имидж нет какая-то сеть google это локальная сеть про нее мы уже говорили сети биджи g16 16-ти уровневая сеть для распознавания изображений в имидж нет хорошо другая сеть 19 уровневая сеть здесь 19 уровня следующая сеть painters художники видите тут написано эта сеть для распознавания художников когда она вам понадобится друзья если будете работать с изображениями картин у вас есть картины дали муне там не знаю кого еще шишкина вы хотите что-то там распознавать картины вам поможет сеть для художников логично логично сеть диплок она используется для анализа изображений что-то клетки дрожжей точно не знаю перевод и ты клетки дрожжей если твой биолог и работаете вот с этими клетками вам пригодится это следующая сеть open face она нужна для рапу она была построена для какого-то там данных для лиц о для лиц наши данные вы видели там лица то есть сейчас мы воспользуемся этой сетью она для лиц и у нас есть лиц теперь друзья выберите пожалуйста open face подключите импорт имидж из кимич имбеддинг и нажмите apply и надо ждать надеюсь заработает иногда не работает когда медленно интернет должно загореться сто процентов не всегда срабатывает потому что все теперь каждый из нас посылает свои 570 картин в интернет там на эту сеть и там они анализируются мы все делаем это одновременно это тоже тормозит ее но ничего не по делу давайте посмотрим 95 зависит от скорости интернета от многих факторов может не сработает но посмотрим кто закончил скажите вас уже могу закончиться пока не закончилась даю же у меня закончилась восклицательный знак он говорит 24 фотографии я обработать не смог ну и ладно из 533 24 он не обработал 500 обработал достаточно а видите у вас тоже медленно ну давайте подождем да скорее всего я был первый я занял ресурс сейчас у вас побежит да ну давайте подождем пару минут главное чтоб цифры бежали если бегут то значит порядке давайте подождем две минуты и пока есть у кого-то есть маленький вопрос можете спросить цифры растут только друзья то растут да да можно можно это можно я не знаю сколько это удобно делать в orange по-моему надо посмотреть можно дата тейбл насколько удобно это реализовано лиза я не знаю смотрите и ночью бедника если к нему подключите дата тейбл он можно сохранить его сделать сейфту файл ну как потом загрузить насколько это удобно я не проверял то есть чисто теоретически можно забрать атрибуты в таблицу и сохранить их таблицы потом думаю можно можно да потом можно просто взять их из таблицы ответ положительный я так никогда не делал но может но пока я это сотруд так нет генерировать изображение он не по научиться он научится предсказывать кто нарисовал картину искать кластеры среди картин гейлируйте изображение это более продвинутые сети это не не orange так друзья как того вас проценты у кого-то есть уже сергей закончили сто процентов отлично и она закончила если света отлично а готова отлично видите у всех добежал и так вы видите еще раз в отрицательный знак 24 изображения не сработали ну ничего страшно так друзья супер закрываем модуль 0 убрали давайте подключим дата тейба посмотрим что мы получили изображение 001 jpeg вы видите она представлена его параметры первый фичер у него такой параметр минус 0 0 5 второй фичер у него параметр 0 0 3 всего каждого изображения есть 127 фичеров атрибутов все каждое изображение получила по 127 атрибутов видите наши данные формате и бить и каждое изображение строчка у каждого изображения 127 атрибутов друзья меня если твои друзья мои если меня спросите что такое первые атрибуты 0 я вам скажу что я не знаю никто не знает что там сделала нейронная сеть что-то умная она сделала это связано как-то с лицами но что это за атрибут мы не знаем возможно конечно можно пойти в эту сеть что-то там посмотреть но раньше это в любом случае не дает то есть мы перевели наше изображение в атрибуты каждое изображение представлена с помощью 127 атрибутов но смысл этих атрибутов для нас сейчас утерян мы не знаем что-то это атрибут мерит но что именно конечно можно поиск поискать документацию про эту сеть попытаться понять документации но на данном уровне мы не знаем что мы получили но мы был мы сделали большой прыжок все для нас нашла какие-то очень хорошие атрибуты автоматически закрываем готовы друзья я хочу теперь взять и у нас есть данный формате бить и я хочу сейчас взять с вами и построить кластеринг разбить данные на кластер сейчас я открою изображение задам вам вопрос друзья как вы думаете какие два больших кластера тут мы найдем как вы думаете к вы не знаете никто не знает я знаю то что это делал какие два больших кластерам и тут на она горит мужчины и женщины и действительно друзья компьютер азвай сайт и увидите который который совершенно не знает ничего не о людях не о лицах для которого изображение это матрица чисел 3 матрицы чисел научиться сейчас помощью нейронной сети поймет что все эти 500 фотографий разбиваются на две удаленные группы в одной группе почти одни мужчины а в другой группе почти одни женщины и это удивительно друзья компьютер для которого каждое изображение этот набор чисел давайте сделаем это нам 1 это нужно всего две минуты друзья для иерархического кластеринга нам нужно вначале посчитать расстояние подключите пожалуйста модуль расстояние в модуле расстояние надо выбрать метрику для расстояния открываем небольшой секрет для изображений часто хорошо работает тоже косинус так и для текстов не всегда но часто косинус хорошо работает поэтому мы выберем то что хорошо работает выбрали косинус и готова друзья теперь мы подключаем иерархический кластеринг обратите внимание вот эти два модуля последних это только тема нашего прошлого урок это не новое это старый материал подключили теперь пожалуйста откройте иерархический кластеринг так что где тут на выбирал крупновато что тут какие-то параметры сейчас секундочку да ахиш глубокий просто я помню наверно да выберите здесь в арт 2 должно стоять в арте с прошлого урока в арте это способ группировки он достаточно часто используется смотрите друзья вы видите что у нас есть два больших кластера прежде всего вот они есть синий кластер и красный 2 и они достаточно удалены друг от друга и два больших кластера видно давайте посмотрим что попало в первый кластер а потом посмотрим что попало во второй чтобы посмотреть что попало в каждый из кластеров добавьте пожалуйста на выход иерархического кластеринга снова имидж юэль мы хотим посмотреть фотографии у вас должно стоять тут на длине должно быть написано и переходят в данный selected data today и откройте рядом вот этот имидж юэр откройте его рядом я вас жду вы скажите что вы это делали мы посмотрим отдельно в каждый кластер напишите откройте отдельно диндограмму и отдельное изображение всех лиц сделаю сергей пока нет сделали да хорошо давайте еще подождем отлично игорь отлично 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 светлана она виктория до сделали взять теперь смотрите я просто нажму нажмите пожалуйста вот тут вот видите выделить цвета на первый кластер и вы увидите какие изображения попали в первый кластер давайте посмотрим стоило вся наша работа свечи друзья вот он первый кластер кто попал в первый кластер можете полистать я не знаю возможно есть ошибки но кто здесь женщин может быть есть ошибки парочку не знаю но здесь практически женщины барышни до нажмите на второй кластер вот чтобы он был весь выделен тут есть чуть-чуть женщин но в основном здесь мужчин в основном класс то есть ошибки не идеально но понятно без ошибок не может быть как правило но 90-то я думаю процентов 95 здесь мужчины есть ошибки вот женщин но в основном одни мужчины видите вот женщины есть несколько ошибок очень хороший результат руси очень хороший вид можно по на проанализировать тут видите то можно эти другие под кластеры маленькие кластеры вы дома можете с этим поиграть и вы увидите тут есть кластеры по цвету кожи длинные короткие волосы там лысый не лысый человек то есть какие-то меньшие кластеры но что интересно мы нашли два кластера мужчины и женщины компьютер который совершенно не понимает в людях в изображении в глазах носах цветах кожи для которого изображение это набор чисел нашел два больших кластера мужчины и женщины и сделать автоматически и мы это сделали с помощью чужой нейронной сети которая была обучена на лицах мы приклеились к этой сети далее наше изображение и вытащили с последних уровней атрибуты и этими атрибутами вы воспользовались для того чтобы посчитать расстояние и сделать кластеры по моему это очень невероятно у всех получилось отлично отлично дома вы можете взять эту же самую задачу и поиграться с другими сетями я попробовал когда я пробовал вот это и сеть для лиц дала самый лучший результат одна из сетей дала результат тоже интересная тоже нашла два кластера по волосам она нашла в одном кластере были сейчас секундочку все люди с короткими волосами а в другом все с длинными тоже неплохо программа же не знать какие кластеры искать по волосам тоже можно разбить людей на кластер но опыт фейс на мой взгляд когда я проверял дала лучший результат друзья но вы дома это не домашние это просто кому интересно можете поиграться с разными сетями и можете поиграться с разными метриками расстояние и можете вместо иерархического классом к взять киминс то есть вы можете здесь очень много задач решить это же самую задачу решить разными способствами но мне кажется что опыт фейс дает здесь самый лучший результат есть вопрос от игоря какая без за какой атрибута отличают это уже сложно понять потому что в расстоянии все атрибуты играют руль тоже тяжело получилось хорошо давайте обка вернусь к слайдам это еще не все так возвращаемся пока к слайдам попробуйте дома опять заново решить эту задачу потому что она как бы тут очень много элементов которые интересны и так значит что мы сделали загрузили изображение посмотрели их с помощью модуля image view и вызвали нейронную сеть open face и тут еще раз друзья вам напоминаю важно ездят у вас информации секретные или уязвимые никогда не передавать ее в интернет ну можете передавать на свой страх и риск вы должны понимать риски конечно маловероятно что кто-то возьмет ваши данные с программы orange когда вы пошлете перехватит но есть данные секретные то не передавайте да понятно выбираем нужную нейронную сеть для лиц это лица для художников это художники для дрожжей это дрожжи для других задач какие-то другие сети получаем атрибуты и дальше делаем кластеринг как мы учили distance из иерархический кластеринг и смотрим на каждый кластер и мы видели что ошибок очень мало небольшое исследование которое основано на orange которым искали похожие изображения вот эта статья можете прочитать внизу и ссылка как я не помню для чего точно использовал искать похожие изображения сейчас я вам покажу как ворожь искать похожие изображения воду ли ворожь есть модуль который называется соседи он находит вы даете ему одно изображение и он находит все похожи на него например это может использоваться в качестве шутки вы хотите знать на какую из знаменитости вы похожи дадим эту модулю свою картинку и он вам даст я знаменитости которые на вас похожи это шутка но это может быть и реальная задача у вас пришел пациент с переломом вы даете его рентген или там какой-то снимок и орыж да и программа дает вам все до похуй переломы других больных похоже на этот перелом это может дать дополнительную информацию как искать похожие изображения на улице я вам сейчас покажу и достаточно просто после того как мы сделали имидж импединг мы делаем следующую вещь сейчас вместе и мы передаем в image viewer информацию и в модуль сосед из image viewer мы тоже передаем сосед вот здесь вы должны выбрать свою фотографию ту фотографию на которой вы должны хотите хотите найти похожие фотографии и вот этот модуль вырос вам все похожие фотографии еще раз вот сейчас мы вместе сделаем эту схему здесь вы выберите фотографию оригинал а здесь на выходе вы увидите похожие фотографии вот пример я попросил раз найти людей похожих на это лицо на этого человека и вот фотографии похожи на этого человека как вы видите достаточно на мой непрофессиональный взгляд по лицам я не очень специалист по лицам достаточно похожи опять же друзья это просто шутка на их найти на кого вы похожи но представьте что вместо лица здесь идет снимок опухоли снимок животного снимок растения снимок перелома и вы ищите похожий случай это может быть очень очень полезным давайте его воспроизведем вораж возвращаемся из имидж имбединг скиньте одну на и имидж вверх а вторую стрелочку дайте соседам neighbors вот так и из имидж вы передайте сюда информацию и выходные передайте на имидж вот так сделайте так я вас жду из имидж имбединг нам надо передать информацию в новый имидж фьюер и в ней парс соседи также из имидж юр надо передать из выхода в ней барс а потом с выхода соседей передайте информацию на имидж фьюмер покажите скажите мне когда вы закончите сергей все это все игорь дмитрий кто еще с нами отлично вижу вижу андрей вы сегодня не с нами да вы только смотрите виктория так отлично хорошо друзья смотрите теперь нажмите на имидж фьюер и выберите фотографию на которой вы хотите найти похожие фотографии любой выберите какую вы хотите давайте я выберу вот этого тяга а выбрать теперь нажмите на соседей и выберите сколько похожих фотографий хотите найти внутри похожих фотографий я хочу найти 3 3 фотографии похоже на этого дяденьку теперь нажмите на последний мидж viewer и там будут похожи фотографии мне тяжело сказать насколько они похожи ну что есть то есть зависит от фотографий иногда более похожи на доме давайте вот допустим выберем эту тетику тоже не я не знаю как бывает более похоже бывает не например вот тут похоже ну что-то более похоже что ты с определенной долей успеха можно считать что это похоже что ты что это не похоже вот тут похоже обратите внимание у модуля соседи тоже есть параметры и тут можно поиграться с параметрами помните мы говорили что для лиц лучше подходит косинус наша ошибка была в этом надо выбрать косинус похожесть тогда будет более похоже но давайте выберем косинус и теперь поищем похожие лица ну-ка помогло не не очень не помогу вот сейчас похоже можете дома сделать следующий весь друзья взять свою фотографию загрузите в эту базу данных и посмотреть на кого похожи если вам интересно у вас будет домашнее задание их база данных с фотографиями покемонов и вы будете делать классификацию покемонов на классы искать похожих покемонов друг на друга не поиграйте с этим этот домашний задание будет обычно студенты как бы школьники любят такие задачи там они специалисты по покемонам так они там разбирают быстро получилось получилось но опять же что-то более похоже что-то менее зависит от человека хорошо опять же в этом исследование который я вам дал использовалась похожесть для какого-то научной цели дальше еще одно исследование можете почитать как используется orange анализ изображений бородж я дата сайтс тоже интересные исследования она была в ссылке в последний домашний и последняя задача на сегодня который нам осталось друзья кластеринг мы сделали только что кластеринг давайте решим задачу классификации давайте дадим давайте научим нашу сеть распознавать лица изображения греки традицам лиц предсказывать получать новые изображения говорить тут мужчина тут женщина давайте решим задачу классификации класс инга мы разобрались. Друзья, для классификации нам понадобятся другие изображения. Я возвращаюсь в Orange. Если вам нужна эта схема, пожалуйста, сохраните ее для себя. File Save As. Сохраните эту схему. Потом, после того, как вы ее сохранили, удалите все ненужное. Оставьте только Import Images. Я вас жду. Мы сейчас решаем задачу классификации. Я проверяю пока время. Отлично. Отлично. Спасибо, Игорь. Теперь нам понадобятся данные из другой папки. Из папки, которая называется Small Faces. Так, где она у нас? Слайдинг. Секундочку. Из папки Small Faces. Видите, сейчас я только должен себя найти. Я забыл, где она у меня находится. Хорошо, вы пока загрузите. Я пока поищу. У меня столько папок, что я уже забыл. Вот он нашел. Вот он нашел. Да. Faces, Data, Small Faces. Выберите эту папку всю целиком. Small Faces целиком. Не заходите вовнутрь. Выберите всю папку Small Faces целиком и нажмите Select Folder. Две папки в этой есть папки. В одной фотографии мужчин, в другой фотографии женщин. Всего 585 фотографий, 6 пропущены. Получилось? 585 фотографий, две в категории, папка с мужчинами и папка с женщинами. 6 пропущены. Получилось? У Игоря получилось. Сергей, что у вас? Получилось, Андрей? Да, отлично. Смотрите, друзья. Эти фотографии 590. Значит, у вас меньше пропущенных. У вас, значит, какой-то драйвер лучше и он считал больше фотографий. И у вас тоже. Да, отлично. У меня, видите, из-за какого-то драйвера они считали 6 фотографий. Хорошо, отлично, друзья. Теперь смотрите. Эти фотографии записаны в папке. Имя папки и будет являться независимой переменной. То есть, папка мужчины это будет независимой переменной для мужчин, а имя папки женщины будет зависимой переменной для женщин. То есть, наша программа возьмет имя папки, будет использоваться имя папки для зависимой переменной. Хорошо. Первый этап. Смотрим фотографии. Давайте посмотрим фотографии. Image View. видите у каждой фотографии есть подпись из какой папки всех мужчин подпись мол мэн это папка с мужчинами всех женщин подпись смогу эта папка женщинами то есть зависимые перемены это вот это вот подпись это наша зависимая перемена она будет использоваться для классификации посмотрели на фотографии опять какая-то база данных из интернета для анализа данных кусок этой базы данных там были десятки тысяч фотографий как вы видите здесь есть не только лица здесь есть еще торс там ноги так готовы друзья добавляем отдельно не подключаем имидж имбеддинг только не подключайте пока не подключать отдельно сделайте имидж имбеддинг я хочу посмотреть в слайдах какая нейронная сеть нам пригодится а у меня не написано ну какой-нибудь я запустил хорошо друзья теперь нам выбрать надо нейронную сети тут не только лица прошлых до данных были только лица тут есть торс ноги и так далее давайте выберем другую нейронную сеть я не знаю какую я выбрал можно можете разную выбрать можно выбрать intercept первую или вот вот эту 19 не знаю какая из них семьи ну давайте выберем сеть google для примера хорошо в сеть google выберите ее и передать ей наши изображения и мы будем ждать работает вообще непонятно а оплаян надо знать оплай побежал все ждем не забудьте нажать оплай должны побежать процент теперь наши 590 изображений из двух папок пошли уже другой компьютерной сети которую когда-то построил разработала тренировала к фару компания куклы они ушли туда там сейчас на вернуться оттуда атрибуты я вижу сергей два процента ну подождем минуту 2 надо чтобы она не завис вот у меня уже почти видеть четыре изображения не сработало ну четыре не страшно хоть я потерял 6 самом начале 4 сейчас я жду вас скажите когда у вас закончится 8 другая сеть другая связь давайте чуть подождем опять же мы все вместе послали одной сети должно быть кто-то занял первое место кто-то второй в очереди кто-то третье дома потом сможете самостоятельно с этим играть вы можете взять свои фотографии и найти своих фотографиях сделать кластеринг своим фотографиям который вы там за 10 лет собрали разбить их по темам найти положенные фотографии среди своих фотографий можно много всего сделать я вижу сергей закончилось давайте еще минутку подождем видите занимает много времени почему потому что во-первых интернет но кроме того вот еще большой расчет нейронная сеть считает что-то делает но скорее всего больше главное решился это интернет так у кого еще закончилось друзья кроме сергея 50 но бежит у всех растет дал никого не стоит на месте ни у кого не зависло 70 виктория отлично ну хорошо еще минутку подождем у нас как раз есть время мы сегодня раньше закончим зависло но подождите еще пару минут если не если совсем зависнет запустим другую сеть о дмитрия 100 отлично светлана вас у вас заработала или видно 50 зависла не работает если не работает выберите другую сеть какой-нибудь допустим 16 или 19 и нажмите apply выберите просто другую сеть хорошо нейронная сеть google она обучалась на каком-то на фотографиях на имидж нет вот этих фотографиях которых 20 миллионов 14 миллионов и она в процессе обучения для себя сформировала какие-то важные атрибуты на для тех больших данных для тех 14 миллионов фотографий вот мы вот эти атрибуты оттуда взяли их каждый из наших фотографий представили в этих атрибутах разложили по базису для этих атрибутов какие там атрибуты получились я конкретно не знаю возможно где то есть в интернете информации но сама сеть который вам воспользуюсь она очень долго обучалась на 4 изображений продела колоссальную работу друзья все готовы хорошо есть еще кого-то бежит потом просто подадим делайте то что мы с этим 94 ну давайте еще минутку подождем если завис на него четырех то тоже зависла очень друзья у кого добежит делайте то что сейчас начну делать у кого совсем зависит попробуйте дома потом самостоятельно другую сеть смотрите друзья сейчас я сделал очень простой этап сейчас ничего в это уже видели сто раз но не 105 раз подключаем наши данные к тесты скоро подключаем наши данные к логистической рекрессии мы же решаем задачу классификации и подключаю логистическую рекрессию сюда и подключаем сюда confusion matrix все эти вещи мы видели уже кучу раз сделайте пожалуйста ничего сложного передать данные логистической регрессии модулю тесты скоро и результаты скоро confusion matrix все я вас жду получилось получилось я туда шел до этого этапа сделали друзья давайте зайдем модуль тесты скоро можете тут выбрать тест он тест дэйта тестовый дат у нас нет на они тренды извините это не очень как выберите первый первый модуль мы пока еще не учили что это значит выберите просто вот тут просмотре дыши на следующем уроке мы поговорим что это значит хорошо не просто выберите к посмотри кросс валидейшн 10 и подождите что это значит это за тема следующего занятия после того как у вас закончится мы получим ее си 096 очень неплохое качество программа научилась распознавать мужчин и женщин и юси 096 очень неплохо почти как для спам тестовые данные сегодня не делаем я следующий раз вам расскажу сергей что вместо тестовых данных можно делать кросс валидейшн это короче быстрее надежно это с тема следующего урока вы видите ее си хороший до 0 964 давайте посмотрим как фьюжен метрикс как часто какого рода ошибки есть что мы видим на мужчинах 270 случаев 70 очень программа не ошиблась 68 мои данные и 25 ошиблась меньше 10 процентов на женщинах 258 не ошиблась и 30 ошиблась чуть больше десяти процентов неплохо программа которая опять же не знает что такое люди что такое одежда ноги руки глаза получила двое папки смущу изображение мужчин и женщин и научилась их классифицировать с помощью хорошо известной нам логистической грязи качество модели достаточно неплохо друзья дома вы можете поиграться с модели попытаться улучшить как вы можете выбрать другие нейронные сети и посмотреть какая-то случая результат вы можете поизменять параметры логистической регрессии и попытаться улучшить вы можете вместо логистической регрессии взять наивного по и с кейн или другие модули и попытаться улучшить результат, но улучшить его сильно вам вряд ли получит, потому что результат уже неплохой. 0,964 это очень неплохой результат. Но тем не менее, возьмите дома эту схему и попытайтесь ее улучшить, изменяя сеть, изменяя параметры логистической регрессии и добавляя другие модели. Это вы сделаете дома самостоятельно. Дальше вы пришли, получили похожие результаты. Игорь, Виктория, да, Светлана, отлично, отлично. Светлана, которая зависла, у вас получилось? Вы смотрите, хорошо, вы смотрите, хорошо. В общем, давайте вернемся к слайдам. Использует изображение, разбитое по папкам, мужчины и женщины. Вы построили, используя нейронную сеть Google, мы получили модель для классификации изображения по полу, мужчины и женщины. И качество модели было достаточно хорошее. Можно зайти, подключиться к этой модели и посмотреть, где она ошибается. И это мы сейчас делать не будем, я вам сразу покажу примеры. Вот смотрите, на следующем слайде вы увидите мужчин, про которые наша модель подумала, что она женщина. Вот мужчина, про который она подумала, что она женщина. Ну, достаточно легко ошибиться, да. По крайней мере, здесь действительно первый, так, где мышка. Первое изображение похоже. Второе изображение из-за этой шляпы или прически тоже похоже. Тут я вообще ничего не вижу. И тут тоже длинные волосы. То есть достаточно логичные ошибки. Наверное, маленький ребенок тоже мог подумать, что это женщина. То есть, как бы, ошибки, как сказать, достойные ошибки. Друзья, дома, как я уже вас просил, подключите между, кроме логистической регрессии, другие модели. Поизмеряйте их параметры, повыбирайте другие сети и посмотрите, что получится. Ну, как вы видите, тут есть спойлер. Особо ничего разного я не смог добиться. Но я сильно не пробовал, попробуйте сами. Как видите, все модели дают очень похожие уси. Хотя вот тут у меня 098 говорит. Чуть-чуть, может быть, лучше получилось. Вас ждет интересная домашняя работа на этой неделе. Там будет два набора данных с изображениями. И вы научитесь использовать глубокие, практикуйте, использовать глубокие нейронные сети и для кластеризации, и для задач классификации. На мой год это очень интересно. Я вам скажу в спойлер на следующий урок. Сейчас, секундочку, есть вопрос. Я вам скажу в спойлер на следующий урок. Видите, есть модуль, который называется Image Embedding. Он получает изображение, вызывает нейронную сеть и дает нам атрибуты. Друзья, спойлер. Есть модуль, который называется Text Embedding. Он получает тексты, вызывает глубокие нейронные сети и выдает нам атрибуты текстов. И мы можем использовать этот модуль для анализа текстов, для кластеризации, для классификации, для чего хотите. Это мы увидим в следующий раз. Но идея такая же, друзья. Вы сочетаете текстовую дату, делаете ее при процессинг и передаете ее сюда вместо сумки слов. Этот модуль будет вместо сумки слов. Но этот спойлер на следующий раз. Вопрос. Как предсказать пол до свежезагруженной фотографии? Очень хороший вопрос. Это вас не было на следующем уроке, на предыдущем уроке. Вы загружаете отдельно эту новую фотографию. Импорт. Берете отсюда модель. Берете фотографию. И есть модуль, который называется predict. И он вам предскажет пол, вероятность пола мужчины, вероятность пола женщины. Попробуйте это самостоятельно. И это у нас было в домашней, мне кажется, последний. Понятно, Лиза? Попробуйте дома сделать. Хорошо, друзья. Я хочу остановить запись. Остаюсь с вами для ответа на вопрос. Сейчас, секундочку. Стоп, прикольно. Дуи вон ту стоп.